Областной центр сегодня и его перспективы на завтра. В центре внимания правительства социально-экономическое развитие городского округа Иванова. С докладом выступил мэр Владимир Шарыпов. Рассказать обо всем не позволил регламент, но обозначить главные болевые точки удалось. Отдельное внимание теме городского электротранспорта. С 2014 года МУП и ПТ накоплена кредиторской задолженностью в размере 85 миллионов рублей. Ситуация выправляется, но не так быстро, как хотелось бы. В этом году из бюджета города предприятию предусмотрена поддержка в размере 165 миллионов рублей. К сожалению, для стабилизации ситуации этого недостаточно. Поэтому было принято решение направить всю экономию от проведения муниципальных закупок за текущее полгодие на поддержку предприятия. Это еще 30 миллионов рублей. Кроме того, ведутся переговоры о передаче правительством Москвы городу Иваново 20 троллейбусов. Они в хорошем состоянии и полностью подходят под ремонтно-техническую базу ИПТ. В 2017 году муниципалитет ставит перед собой цель расселить четыре аварийных дома, в том числе и один на улице Минской, который был разрушен в результате взрыва бытового газа в ноябре 2016. Останется 11 непригодных для проживания домов. Их обитатели смогут улучшить жилищные условия в течение двух ближайших лет. Еще из глобальных планов строительство детсада в Рождественском микрорайоне и школы в Московском. По последнему объекту уже практически завершена разработка ПСД. В городе существует острая потребность в спортивных площадках. Об этом нам сообщают практически все действующие в Иванове спортивные федерации. Решить эту проблему планировалось за счет строительства дворца игровых видов спорта. Однако объект пришлось законсервировать. Просим оказать в этом вопросе и организационную, и финансовую поддержку, потому как такой крупный недострой отрицательно сказывается на имидже власти всех уровней. Также мы настроены на реконструкцию киноцентра «Современник». Он должен превратиться в многофункциональный молодежный центр с кинотеатром, кафе и площадками для различных видов творчества и досуга. О дорожных планах областного центра рассказал первый зампред правительства Сергей Зобнин. Второй этап западного обхода – капитальный ремонт вокзальной площади и улицы станкостроителей. Все это запланировано на этот год. Еще два объекта могут быть включены в перспективный план дорожных работ на 2018-2019 годы. В пятницу мы с коллегами ознакомились еще с двумя проектами, которые имеют также важное значение для развития областного центра. Это строительство дороги по участку улицы Кудряшова между улицами Лежневской и 5-й Калиновской. На эти цели потребуется порядка 92 миллионов рублей. Также посмотрели перекресток улицы Громобоя и Шереметьевского проспекта. Там мы планируем устройство дополнительной полосы. На эти средства потребуется порядка 25 миллионов рублей. Обсудили вопрос очистки и углубления русла Уводи. Работа находится в компетенции федеральных органов. В последний раз речку чистили в 2011 году. И для того, чтобы повторить процедуру чаще, чем раз в 10 лет, нужны веские основания. Считаю целесообразным рекомендовать администрации разработать проектно-смертную документацию на восстановление экологической реабилитации водного объекта, изысканию средств на софинансирование указанных работ в объеме 20%. Хотя идет ежегодная тенденция к снижению софинансирования. В 2017 году это всего 10%. Но все равно на разработку проектно-смертной документации потребуется изыскать порядка 5 миллионов рублей. Подводя итоги, губернатор напомнил, что не за горами и юбилей областного центра. 150 лет Иванову исполнится в 2021 году. Подготовку можно начинать уже сейчас. В следующем году 100-летний юбилей самой губернии. А следующая, наверное, самая крупная дата наших торжеств – это 150 лет. Но еще раз, к торжествам надо готовиться прежде всего во дворах, на улицах, на помойках, извините за грубое слово, чтобы их не было. Поэтому давайте поставим себе такую вот суперзадачу, чтобы свой юбилей, юбилей город встретил существенно краше, чем он есть сегодня. По итогу совещания составлен протокол поручения губернатора. Документ останется на личном контроле Павла Конькова. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.